Добрый день, уважаемые коллеги! Очень приятно всех видеть. У нас сегодня и важная, и очень интересная тема сотрудничества в области атомной энергетики. Международное сотрудничество, разумеется, это только повод, ну, хороший повод, но для того, чтобы поговорить по всем энергетическим проблемам России, конечно, прежде всего касается это атомной энергетики. Вчера только был в Петербурге, там мы присутствовали при сдаче нового моста через него. Работа шла в последние 4 года. Проинвестировано было свыше 8 миллиардов рублей. За последние 3,5-4 года проведена работа здесь, на атомной электростанции. Общие инвестиции составили 33 миллиарда рублей. Это не единственное, что сделано за последние годы, но я хочу просто обратить наше внимание на то, что Россия развивается. Развивается и достаточно энергично по важнейшим направлениям. Инфраструктура, энергетика, транспорт. Еще очень много предстоит сделать, но те усилия, которые всеми нами предпринимались за последние годы, они реализуются в конкретных результатах. Важно выстроить шаги на ближайшее будущее. Правительство подготовило среднесрочную программу развития, как вы знаете. Нам есть о чем поговорить и в рамках госсовета, президенту госсовета. сегодня здесь вы знаете в 5 часов утра пущен и введен в общую энергетическую систему России третий энергоблок Калининской атомной электростанции. На этом объекте использованы уникальные технические решения, с чем я хочу поздравить и строителей, и разработчиков, ученых. По сути отрабатывались, отрабатываются контры ядерной энергетики будущего. Энергетики экономически эффективной и безопасной, отвечающим всем самым строгим экологическим стандартам. Пуск энергоблока это результат слаженных усилий очень многих коллективов, и ученых, и проектировщиков, и машиностроителей. Причем это специалисты, рабочие техники и ученые инженеры со всей России. Это и Петербург, и Поволжский регион, и другие регионы страны, Москва. Мы еще раз убедились, что у отечественной атомной энергетики есть все возможности для дальнейшего развития. У нас накоплен богатый опыт, сложились устойчивые традиции, российские кадры, и российские технологии использования атомной энергии в полной мере конкурентно способны. Как вы знаете, мы активно работаем за рубежом, и то, что сегодня здесь продемонстрировано, то, что сегодня внедрено, не только используется нашими специалистами в России и за границей, но сегодня, особенно с точки зрения управления станцией продемонстрированы самые лучшие, самые высокие мировые образцы здесь, на Калининской АЭС. Очевидно, что запас невозобновляемых природных ресурсов ограничен, и в нашу эпоху во всем мире идет поиск и расширяются применения новых источников энергии. Большое внимание при этом уделяется атомной энергетике. Россия также должна укреплять свои позиции в этой важнейшей сфере. Роспроизводство и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры требует последовательного, конечно, сбалансированного наращивания энергетической базы страны, причем наращивания качественного за счет внедрения инноваций и ресурсосберегающих технологий. Именно такой подход заложен и в принятой энергетической стратегии России до 2020 года. Уже готовится к вводу в строй ряд крупных современных энергетических объектов. До 2010 года, кроме других объектов, будет запущено и два новых энергоблока на атомных электростанциях, а также продлен срок эксплуатации десяти действующих в России АЭС. Кстати, за последнее время в этом плане тоже проведена была очень большая работа, были проведены научные исследования. Руководитель отрасли Александр Юрьевич рассказывал мне сейчас о том, какие ресурсы были в это вложены. Это была последовательная, настойчивая, серьезная работа. Сколько примерно денег выстроили на реконструкцию исследования? Каждый реконструированный блок такой же мощности требует примерно 15% базовой стоимости. продлением срока первого ленинградского блоха такой же мощности 1 мегаватт, но капиталовложения где-то 15-20% от если строящегося вновь. Таким образом, мы на 15 лет получаем новый блок за такую стоимость. Это произошло на Ленинградской, Кольской, Нововоронежской, на Курском снятое ограничение и вот пуск этого. То есть, за последние 3,5 года около 4,5 гигаватта мощностей мы либо сохранили, либо ввели вновь. При этом, конечно, первое требование это жесткие требования к безопасности. Причем всего технологического процесса. Эти требования должны соответствовать самым высоким международным стандартам. Второе, объекты атомной энергетики, хранилища радиационных материалов должны быть надежным, самым надежным образом защищены от любых криминальных проявлений. И, наконец, третье, мы обязаны последовательно работать над минимизацией негативного влияния атомных производств и объектов на экологическую среду. В том числе, через внедрение современных технологий утилизации ядерных материалов. То, что мы здесь сегодня видели, причем эта работа была проведена сразу для двух блоков, как специалисты доложили, вот в таком режиме и нужно выстраивать работу на будущее. Между тем, только твердых радиоактивных отходов в России накоплено более 70 миллионов тонн. При этом инфраструктура их переработки развита пока недостаточно. Объем переработанных отходов по сравнению с 2001 годом увеличился более чем в два раза. Однако абсолютные темпы переработки все еще крайне низки. По-прежнему остро стоят вопросы утилизации отработанных ядерных реакторов на судах военно-морского флота России, реабилитации территории, загрязненных в результате промышленной и оборудованной деятельности. Решение всех этих проблем давно назрело и не подлежит откладыванию дополнительному на более поздний срок. Здесь мы должны эффективно использовать как собственные ресурсы, так и возможности международного сотрудничества. Россия находится в постоянном и тесном контакте с международными структурами, прежде всего с такими как МАГАТЭ. Мы открыты для широкого взаимодействия с зарубежными партнерами, как на двухсторонней, так и на многосторонней основе. Рабочая группа Госсовета провела анализ практики международного сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности и подготовила ряд организационных и правовых решений, которые призваны сделать такое сотрудничество более результативным и более эффективным. Мы их сегодня рассмотрим и при необходимости сформулируем конкретные поручения и правительству, и заинтересованным ведомством. Инициативно за эту работу взялся Юрий Алексеевич Евдокимов и не случайно, потому что в его хозяйстве, в ее области такие вопросы стоят, стоят давно, они решаются, но нам, как я уже сказал, нужно объединять усилия для того, чтобы решать их и быстрее, и самыми надежными и эффективными способами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА